Как вы бабушкам представлялись? Дмитрий Соколов. Дмитрий Соколов. Что вы от следователя, да? Угу. Пожилые граждане что вам говорили? Они ничего не говорили. Они просто все давали там временно. Ну, иногда мы пересчитывали все. Пресловутый Дима Соколов – лишь один из 19 задержанных в этом году на горноуральщине курьеров-бегунков, которые вместе с неведомыми им кураторами облапошили около 200 свердловских стариков. Польстившись на так называемую десятину от преступных барышей. Пойманным бегункам светит реальный тюремный срок за мошенничество, а теневые кидалы пожилых людей сухими выйдут из воды и через интернет снова будут набирать расходный материал таких же юнцов, клюнувших на обещания непыльной работенки и легкого заработка. Один из курьеров – гастролирующий пацан, который по заданию куратора приехал вместе с братом и приятелем из Кирова. В ответ на вопрос следователя о цели их визита в Екатеринбург чистосердечно признался. Ну поясните, зачем вы сюда приехали? Приехали поработать кем? Мощенниками. Среди 19 арестованных юнцов треть – пока несудимые пацаны. Двое числятся на службе, а четверо вообще студенты. Можно сказать, уже бывшие. Полиция не единожды предупреждала пожилых горожан. Не вестись на мошенническую схему. Под кодовым названием родственник попал в ДТП. Телефонные разводилы по вечерам, когда пожилые люди путают сон с явью. Названивают им, стращают тем, что якобы их внук или внучка совершили аварию. И покалечили людей, чтобы закрыть пока невозбужденную уголовку, старик или старушка должны передать их посыльным. Крупную сумму денег. Торг по телефону, как правило, начинается с миллиона рублей. И катится вниз. Бегунки приезжают с липовой бумажкой за наличкой и, получив деньги, переводят их через терминал на счет куратора. Себе оставляют от 5 до 10% от преступного дохода. Я приезжал, представлялся водителем от следователя. Имена каждый раз были разные. Говорил, что я приехал за деньгами и за заявлением для какого-то человека другого. Забирал деньги, потом через банкомат деньгов перечислял их на указанные мне. Сумму денег, которую вы должны были забрать, вы знали? Да, заранее говорили. То есть вам заранее сообщалась сумма, которую пенсионер должен передать? Знали ли бегунки-расходники, что лишают стариков сбережения, отложенных теми на черный день? Конечно же, знали. А если и не знали, лишь догадывались, что к чему. Это не освобождает их от ответственности. Полиция пытается образумить шустрых бегунков, особенно молодых, что под видом курьерской работы они ходят по лезвию под уголовкой и светит им немалый срок до 10 лет. По сути, их кураторы, которые, возможно, даже шикуют за бугром, реально подставляют своих бегунков. Впору хорошенько задуматься об овчинке, пока она в выделку не превратилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова